Десятилетний мальчик едва не погиб, играя с боеприпасами. В деревне Новая Гожа на поле, где раньше был военный городок, произошёл взрыв. Ребёнок помещён в больницу. С обстоятельствами происшествия разбиралась наша съёмочная группа. С многочисленными травмами правой руки, бёдер и лица мальчика доставили в Гродненскую областную клиническую больницу. Хирурги более трёх часов старались минимизировать недетские последствия детской игры с боеприпасами. Сегодня, по словам врачей, его самочувствие удовлетворительное. Жизни ничего не угрожает. Руку школьнику не ампутировали, как сообщали ранее в других средствах массовой информации. Взрывная травма ещё характерна тем, что повреждаются мягкие ткани на протяжении вследствие коммуции и молекулярного сотрясения, которое характерно для этих травм. Поэтому удалось спасти ему второй, третий, четвёртый палец. Производительное остеосинтезы костей. Но борьба за функцию и за жизнеспособность кисти ещё продолжается. И ещё будет продолжаться некоторое время. ЧП, которое сегодня обсуждают не только в Новой Гоже, где оно произошло, но и по всей стране, случилось накануне. Дети играли рядом со зданиями, где когда-то был военный городок. Где и каким образом школьники раздобыли боеприпасы, ещё предстоит выяснить правоохранителям. По предварительной информации известно, что играли они именно со взрывоопасным предметом – патроном от крупнокалиберного оружия. В какой-то момент боеприпас сдетонировал. Исходя из характера телесных повреждений, полученных потерпевшим, а также в результате проведённых осмотров местопроисшествий, можно предполагать, что неустановленный взрывоопасный предмет был крупнокалиберным патроном калибра 12,7 либо 14,5 мм. Пули данных патронов часто снаряжаются специальными веществами, в том числе взрывного и зажигательного действия. Вспышка от взрывов данных патронов видна на расстоянии до 2000 метров, из чего можно сделать вывод, насколько мощный данный взрыв может быть. Место происшествия продолжают осматривать следователи и эксперты. Правоохранители обнаружили там практически арсенал ничейных боеприпасов – патроны, гранаты, взрыватели. Всё это могло привести к более серьёзным последствиям. По факту травмирования взрывоопасным предметом 10-летнего мальчика из деревни Новая Гожа проводится проверка. В ходе дополнительного осмотра места происшествия следователи совместно с экспертами и специалистами по разминированию обнаружили две гранаты, несколько десятков патронов и запалов со следами коррозии. Завтра осмотр места происшествия будет продолжен. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавшего, а также баллистическая и ряд иных экспертиз для установления взорвавшегося в руках ребёнка предмета. Опрашиваются знакомые друзья малолетнего. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение. Кто виноват в случившемся и откуда в поле боеприпасы будет известно после окончания проверки и всех экспертиз. Пока же правоохранители напоминают взрослым о необходимости контроля своих детей и просят разъяснить им, что с боеприпасами шутки плохи. Обо всех таких находках нужно сразу сообщать в милицию. Юлия Балтруканец, Яна Мельниченко, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+.